всем привет с вами оксана симонова и это мосты 78 сегодня мы разберем тему а точнее мы ее препарируем прямо таки на молекулы знаете какую тему тема неоднозначная для меня я в ней ничего не понимаю эта тема про бизнес-то бизнес про бизнес-то кастумер и а наш сегодняшний гость маркетолог максим александрович чичварин я слышала от своих друзей бизнесменов много-много отзывов о вас и вашей работе почему-то вас немного в интернете вы скрываетесь не знаю почему наверное у вас слишком много заказов проектов что вам не нужна лишняя публичность и гласность расскажите с чем связана такая секретность слушайте тут никакой секретности нет просто как правило люди рассказывают очень много о том чего они не знают а вот если человек знает у него есть определенные секреты ему не имеет смысла этим делиться широкой общественность только лишь потому что он на этом зарабатывает деньги это его хлеб и получается такая ситуация что у меня проекты из одного в другой меня передают скажем так по рекомендациям и тот результат который я делал по большому счету говорит сам за себя делаем дело почему много проектов но здесь гораздо все проще объяснить с точки зрения того что когда приглашают в компанию специалиста по наращиванию продаж по изменению структуры продаж по изменению вообще стратегии позиционирование компании на рынке компания начинает получать достаточно быстро очень резкий рост и вот этот вот рост ни одна компания на постоянной основе выдержать не может то есть происходит волнами начали достигли каких-то величин своими силами потом пригласили специалистов полгода там растут потом рост останавливается компании нужно устояться в том формате в котором она есть и в результате на момент пока компания закрепляется на достигнутых результатах я перехожу делать какой-то там другой проект вот по большому счету если можете поделиться какой последний проект был вами реализован последний проект у нас контракт был на полгода это вывод завода по производству туалетной бумаги на базе белорусского завода значит на российский рынок нужно было землевого цикла построить завод потом запустить его в работу нанять персонал сделать полностью всю маркетинговую подложку вывести завод на точку безубыточности ну или раскачать продаж вот все это дело затянулось полугода до трех и слава богу я этот проект закончил я вернулся в питер потому что большей частью я жил фактически на заводе в сумоленской области и семья находилась здесь я там ну и все это дело скажем так переставало быть интересным дорогие друзья если вдруг она смотрит сейчас те люди которые как и я мало что понимают в заданной теме прошу максим александрович провести ликбез так сказать дать определению слову а маркетинг вы узнаете слову маркетинг существует огромное количество определений дело в том что но основное которое вот мне больше нравится да это что такое маркетинг это неразрывный процесс на предприятии связанные с привлечением клиентов удержанием клиентов увеличением сумочек все вот этими задачами занимается маркетинг как правило люди этого не понимают доходит до смешного ко мне приходит маркетолог который получил профильное образование на собеседование я его начинаю значит допытывайте первый вопрос который ему задаю что такое маркетинг он у меня сидит смотрит рассказать ну маркетинг это когда маркетинг это зачем а в результате какого-то более-менее вменяемого определения дать не может точно так же этого не понимают люди которые руководят предприятиями вот я прихожу на предприятие там висит отдел маркетинга и реклама вывеска я тут же понимаю что у людей нет понимания того что такое маркетинг потому что отдел маркетинга и реклама просто сам по себе быть не может если это нужно пояснить то в двух словах так реклама это один из инструментов достижения цели то есть когда вы выявили потребность да вы ее скажем так изучили проанализировали как с ней работают конкуренты как с ней можно отработать в вашем случае какие успешные кейсы были у других компаний за весь там период деятельности вот и приняли решение что вы будете выводить допустим какое-то предложение пример там квартиры с кухней там за 3 8 миллиона рублей или там вы будете делать какой-то определенный вид продукции который вот сейчас востребован на рынке дальше когда вы это все сделали подготовили сделали рассчитали это предложение после этого вы должны донести его до своей целевой аудитории вы можете донести с помощью рекламы с помощью холодных звонков так называемым директ маркетинга но в конечном итоге вам нужно донести ваше предложение потом собрать обратную связь проанализировать как отреагировали люди успешно не успешно и запустить этот цикл по новой так вот реклама это способ донесения информации до потребителя в той или иной форме это инструмент а маркетинг а маркетинг это процесс это процесс и они между собой связаны каким мостиком ну это примерно как для особо одаренных вот чтобы я прям поняла обывательские какой между ними коннект вот между рекламным между столярной мастерской молотку кстати классный пример до молоток да конечно безусловно это важный инструмент столярной мастерской но не все же одним молотком делается правильно а в этом случае реклама это молоток или маркетинг реклама конечно это один из инструментов достижения цели то есть еще раз мы проанализировали что вот у нас есть проблема продается допустим какой-то товар у нас плохо нам нужно сделать так чтобы этот товар продавался лучше мы решили что мы будем делать мы дадим на него скидку или какие-то там не знаю усовершенствование произведем либо наоборот повысим цену на этот товар и будем его позиционировать как нечто премиальное раньше мы позиционировали как нечто доступное сейчас будем позиционировать как на что туалетная бумага примерно ну туалетная бумага здесь можно долго об этом рассказывать дело в том что туалетная бумага она как правило на каких-то конкурентных преимуществ не имеет она производится либо из вторичного сырья либо из первичного сырья там однослойные двухслойные там это все это все уже такие мелочи которые делаются ну практически любым станком так вот когда вы приходите с той же туалетной бумагой у вас нет конкурентных преимуществ что сделали мы мы взяли первую стратегию которые использовали это отстройка от конкурентов проанализировали рынок отстройка от конкурентов отстройка то есть отталкиваясь от работы конкурентов изучили какие позиции у конкурентов продаются лучше посмотрели там примеру конкретный пример да это туалетная бумага мягкий знак однослойная она стоит в каждом магазине этот так называемый товар индикативной цены то есть это товар по которому люди сверяют ваше предложение если аналогичный товар у вас дороже значит и все предложение как думают люди у вас будет дороже если именно на эту позицию вас дешевле значит соответственно все будет стоить дешевле в общем-то этим принципом пользуются и гипермаркет и магазины там активно и так далее так далее да то есть вы приходите в магазин как потребитель смотрите здесь сахар стоит там не знаю 50 рублей а здесь такой же сахар стоит 100 рублей соответственно в этом магазине дороже значит и все что продается в этом магазине для вас автоматически становится дороже но этот остановится в вашем восприятии если вы приходите в компанию но это свойство человеческой психики да если вы приходите в компанию предлагаете вот у нас рулончиком туалетной бумаги раз мы про нее договорили вот у нее такой-то метраж такая-то высота там какие-то характеристики вот она стоит таких-то денег а вот есть главный конкурент это компания допустим которая производит торговую марку мягкий знак вот у них однослойный рулончик бумаги допустим там стоит 14 рублей 15 рублей неважно сколько вы приходите у вас такой же рулончик будет стоить тех же самых денег а вот зачем вас брать а вот разница какая-то торговая марка это бренд или это что вообще вот я сразу хочу спросить сразу на берегу чтобы я понимала отличие торговой марки от бренда вот вы назвали сейчас мягкий знак это торговая марка нужно долго рассказывать суть если просто сравнивать да вы идете на футбольный матч болеть за свою любимую там команду ну к примеру раз мы в питере значит не дети за зенит вот и на стадионе или там перед стадионом стоит лоток да вот на нем продаются там три шарфа один зеленый другой с таким же с такими же петлями такой же длины из той же шерсти он там просто голубой и третий шарф со всеми атрибутикой там и символикой зенита вот зеленый шарф стоит 300 рублей голубой стоит 500 рублей зенит все еще и тысячу до допустим да какое вы выберете зенитовские в тематике так сказать но смотрите все три шарфа они вас согреют они все идентичного качества но цена 300 500 и 1000 почему вы выберете символ то есть вы выберете зенитовский шарф потому поддержку ребят поддержку ребят при том что не факт что эта поддержка финансово сидела напрямую к ним да да вот это вам 1 чекпоинт а второй чекпоинт заключается следующем вы приходите в магазин и видите там стоит какое-то вино там не знаю там чили грузия неважно возьмем самое просто да да вот вы любите алазаннскую долину да допустим белую вот приходя в следующий раз магазин покупая алазаннскую долину вы будете знать что это вино того же качества того же вкуса той же ценовой категории правильно и вы купили и сегодня и пришли покупали и уже что завтра будет то же самое абсолютно вы лозаннскую долину будете покупать потому что это лозанская долина и принадлежность какому-то сообществу или какой-то легенде да нет вы просто будете покупать вину потому что она обладает определенными качественными характеристиками которые вам нравятся то есть шанель например если перепрыгнуть потом меня вот сейчас образ бренда шанель это история да вот эта история персонального вот я просто перескакиваю пытаюсь понять чем отличается от торговой марки я поняла примерно про вино если говорить про бренд шанель почему это не торговая марка потому что шанель динька мне можно задавать вопросы потому что шанель это определенного роли рода бренд и люди его покупают в первую очередь потому что это шанель audi mercedes это покупают только лишь потому что это в первую очередь бренд они потому что эта машина это принадлежность к определенной социальной группе это показатель определенного вашего статуса это не транспортное средство которое довезет вас из точки а в точку б в первую очередь это принадлежность к определенной социальной группе точно также и другие бренды любой бренд покупают в первую очередь потому что у него есть некая история легенда и вот из-за этой легенды например это же тоже бренд или это торговая марка блин да нет это торговая марка вот как а для меня это уже бренд блин да нет понимаете есть две характеристики вот характеристика торговой марки до которая говорит о том что вот компания там выпускающие этом блин да нет она гарантирует качество своей продукции на всех этапах и покупая зубную пасту блин да нет вы гарантированы в том что вы не отправитесь что там нет никаких вредных примесей там и так далее по меньшем мере вы не навредите себе торговая марка это некая гарантия от потребителя торговая марка это некая гарантия от производителя потребителю того что качество из продукта customer ну получается что так называйте это как угодно дело в том что вы знаете я старательно ухожу от всяких маркетинговых терминов потому что есть нормальный русский язык и у меня была очень забавная ситуация когда на одном совещании крупная компания занимается производством косметики значит она сейчас активно работает в самаре значит там на предприятии 3 тысячи человек работает и вот встает девочка маркетолог и говорит вы знаете наши показатели по продажам пмс в прошлом квартале снизились там на столько-то процентов просто чтобы никто не помню пеномоющие средства да и здесь вопрос в том что скажем так с точки зрения профдеформации да это наверное и нормально но с точки зрения нормального человека который сидит и слышит то что слышит это звучит диковато максим александрович я вот всю ночь готовилась и подготавливала вопросы пыталась просто изучить все по данной теме но в моей голове остались только вопросы которые подготовили которые запросили подписчики из вконтакте из группы нашей еще один вопрос а вот наших зрителей какими компетенциями должен обладать маркетолог главные компетенции хороший вопрос кстати спасибо за него главные компетенции маркетолога понимаете вот маркетинг это достаточно большая такая дисциплина до существует там стратегический маркетинг существует тактический маркетинг каждый человек который даже просто управляет рекламой у себя называют маркетологом человек который рисует картинки для соцсети или там для маркетплейсов он тоже называет себя маркетологом это все маркетологи здесь вопрос наверное не очень правильно поставлен если речь идет о стратегическом маркетинге то человек должен в первую очередь хорошо уметь работать с цифрами не с креативами не с какими-то там узкими компетенциями это человек который сидит в цифрах он сидит с одной стороны в цифрах а с другой стороны он сидит на информации потому что если стратегический маркетолог не клиптоманда информации он прав непригоден понимаете для того чтобы привлечь клиентов нужно знать не только то что вы изобрели да а что в данном случае происходит у ваших конкурентов в чем они добились своих положительных результатов а что у них пошло не так здесь мы возвращаемся к теме конкурентной разведки я свернула с этой темы сейчас мы вернулись в эту колею я расскажу сейчас об этом чуть позже вот значит если человек понимает что компании нужно продавать больше высоко маржинальной продукции но при этом при всем у него не будут покупать высоком маржинальную продукцию потому что я всегда покупают по остаточному принципу всегда должны быть позиции которые скажем так и льются как вода да то есть условно там первая цена там и так далее то есть продукты которые пользуются массовым спросом за ним приходят но потом берут все остальное это принцип который опять же но если так на потребительском уровне он очень часто используется знаете где вот в магазинах почему люди ходят в гипермаркеты банальный вопрос как вы думаете туда ходят во первых те люди у которых есть автомобиль чаще всего что вы сразу на закупить товаров на неделю как минимум больше вывести их тележкой еще зачем что там я сама много куда хожу но так не задавалась вопросом я вам все есть смотрите в магазине у дома тоже есть все что вам нужно для того чтобы накрыть стол супермаркете которые находятся в соседнем микрорайоне тоже есть все для того чтобы накрыли стол но люди идут гипермаркет ну там немножко больше наверное 100 стоит планового по ценовой категории да там допустим там есть геркулес за 25 рублей за 55 то есть там представлена одна и та же линейка чего-то продукты вот вы начинаете уже был бы сетиратами вами немножечко поработать вы станете маркетологом ответ банально просто люди идут гипермаркет просто потому что там больше выбор скидок не больше выбор товаров а больше выбор скидок и вот когда люди среднестатистический потребитель выходит из гипермаркета у него 30 процентов того что он купил по скидкам сэкономил 30 процентов это то что он купил без скидок ну потому что надо пока ты там за одним пройдешь начертишь там круги по торговому залу да и 40 процентов он купил того чего вообще не планировал закупать понимаете и вот вы выходите и что вы видите в своей корзине вы видите что сэкономить то вы на чем-то сэкономили но по большому счету рентабельность в магазинам принесли ого как он и это доказывается даже не столько нашими рассуждениями сколько количеством чеков в магазине у дома средний чек 250 300 рублей статистика может сейчас вот и там количество чеков 700 в супермаркете количество чеков где-то примерно две две с половиной две две с половиной тысячи количество количество чеков до две-три тысячи минимум опять да и каждый человек средний чек 700 800 рублей то есть если магазине у дома 300 рублей то супермаркете 800 он и есть два раза больше а в гипермаркете этот чек 1100 1200 и от 5000 чеков в сутки вот так вот работает методика привлечения клиентов да и соответственно новые нейросвязи мы говорили с вами о торговой марке и бренде до прервались но тем не менее торговая марка и бренд это тоже абсолютно математически просчитываемой величины то есть прежде чем вы будете делать свою торговую марку или бренд вы должны четко понимать первое а что вы хотите вы хотите торговую марку или бренд почему потому что торговая марка раскручивается по принципу функциональности продукта у нас вот такой замечательный вкус у нас такое замечательно наполненность там бутылки вот такая у нас замечательная система контроля да там и так далее и так далее там на на формулы и все остальное это в первую очередь и во уже делаете ценовое позиционирование то есть у нас большая наполненность при меньшей цене допустим там шампуни проктон гэмбл да там ноутых и нашел ждать тот же самый вот это шампуни против перхоти там есть разные шампуни но мы знаем что это против перхоти если мы говорим про бренды то здесь идет такая штука называется брендообразующая составляющая в любом бренде не нужно раскручивать функциональную часть товара нужно раскручивать именно медийную брендообразующую составляющую ту легенду за которой приходят люди дальше если мы начнем эту тему рассказы я предлагаю просто я если дальше смотреть в глаза нашим зрителям чтобы они не теряли контакта с нами дорогие друзья скажите как вам больше нравится когда мы с собеседником играем в пинг-понг или когда мы вас тоже в эту игру втягиваем пишите свои комментарии а также обязательно напишите сколько раз вы услышали слово маркетолог сегодня вот в этом подкасте и победителю от меня кто подсчитает количество слов то есть это надо вернуться в начало пересмотреть это видео и написать количество слова сколько раз мы его повторили но и будет подарочек от меня так кто то еще один вопрос от зрителей где учат на маркетолога и как впоследствии маркетолога устроиться на работу на насколько востребована профессия но вот это уже от меня добавочка честно говоря я никогда не изучал этот вопрос потому что всегда когда я набирал маркетологов после вуза приходили ребята которые не могли мне ответить на три банальные вопросы первый что такое маркетинг то есть чему ребята вас учили пять лет второй вопрос они не могли рассказать что такое кривая спрос и предложение точка равновесной цены и третий вопрос который не не могли рассказать чем бренд отличается от торговой марки но вот как раз все что мы сегодня озвучили надеюсь это поможет вашим детям каким подготовить ответы на какие вопросы при трудоустройстве получается просто такая ситуация что когда тебе приходит молодой человек ему нравится заниматься маркетингом и садишься и начинаешь из него готовить уже специалист на прикладных каких-то задачах ну например если бы я на одном известном сайте разместила резюме в котором явно понятно что я никакой ним не маркетолог не училась по этому профилю почему меня бы выбрали на должность здесь в первую очередь выбирают людей которые умеют и хотят думать думать и анализировать людей предприимчивых которые могут искать нестандартные решения то есть брать массив цифр сводить его с другим массивом цифр и после этого делать какие-то выводы которые позволяют находить нестандартные шаги то есть нужно сопроводительное письмо такое подготовить весомое в котором сразу изложишь цифры компании в которой ты хочешь устроиться сразу такой тезе придумал сделал и написал чтобы ты мне достает чтобы вы знаете я просто не успеть скажу что у нас происходит 99 процентах случаев где ну как бы подавляющем большинстве компаний существует отдел маркетинга и рекламы это первый момент во вторых в эти отделы маркетинга и реклама набирают молодых маркетологов которые не знают что такое маркетинг и в результате получается что топ-менеджмент компании это понимает плохо специалисты которые приходят это понимают плохо именно поэтому я и зарабатываю деньги и и как и как вы зарабатываете деньги у вас много проектов ну смотрите у любой компании существует так называемый жизненный цикл то есть компания в начале какой-то момент времени растет потом она должна затормозиться в своем развитии вот и если не пойдет следующего толчка то пойдет стагнация пойдет стагнация и компания в конечном итоге зачахнет очень много таких бизнеса и крупные в том числе конечно я думала что мелким компаниям никогда не суждено стать крупными а крупные они становятся гегемонами и поглощают мелкие в этом есть часть правды но как показывает практика вот это особенности не только российского рынка дело в том что допустим почему мы не работаем с крупными компаниями мы работаем с компаниями малого среднего бизнеса по одной простой причине у крупных компаний как правило есть свои отделы конкурентной разведки и они любыми путями мониторят мелкие компании и выискивают тех клиентов которые были бы интересны дальше делается предложение от которого те не могут отказаться ну грубо говоря я вам продам какой-то товар просто по нулевой для себя себестоимости буду продавать вам три месяца пока вы со мной начинаете работать я буду поддерживать потом я потихонечку начинаю начинаю поднимать ценник идет инфляция поднимается ценник там и так далее так далее в конечном итоге там за полгода я вас вывожу в нужный мне уровень рентабельности и покупать вы начинаете по той же цене если не больше чем покупали у предыдущего поставщика люди инертны и большинство таких компаний она остается и каждый раз когда мы сталкивались с крупными компаниями мы приходили говорит ребят вот смотрите у нас есть такие-то такие-то инструменты не горели ребят у нас есть свои специалисты мы смотрели на этих специалистов мы с ними знакомились там общались и общаемся с очень многими вот о чем-то они консультируются у нас где-то консультируемся мы у них но тем не менее у малого среднего бизнеса такой опции нет и получается что малый и средний бизнес активно работают рекламируются нарабатывать а а а Субтитры сделал DimaTorzok